здравия дорогие друзья меня зовут елена андреева я продолжаю свои беседы с алексеем орловым здравия тебе алексей доброго здравия лена доброго здравия всем тем кто нас видит и кто нас слышит алексей сегодня я предлагаю тебе продолжить нашу беседу о подмене понятий очень часто можно услышать как люди называют либо в шутку либо возможно всерьез виде оскорблений такими словами как дебил глупый дурак и есть еще общество которое очень часто старается сделать из людей дураков я предлагаю сегодня рассмотреть эти понятия и разобраться кто такой дебил кто такой глупый человек кто такой дурак и вообще как не стать дураком в нашем современном мире я думаю что для начала нужно разобраться с понятиями терминами поскольку дебильность дебилизм это все-таки иностранные слова то надо перевести их на наш современный понятный великий могучий русский язык эти слова дебильности дебилизм происходит от латинского дебилис слабый немощный и в научном медицинском представлении это самая слабая степень умственной отсталости обусловленная задержкой развития или органическим поражением мозга плода этот образ был введен в 1890 году теперь что касается слова дура вот если мы сейчас поищем расшифровку этого слова мы наткнемся на очень интересные такие заявления например там взрослый человек не приучены мыслить самостоятельно начинать не видящие причины если это ребенок то это не дурак а дурачок тот кто мыслит нестандартно тоже может быть дураком или дурачком вот такое вот рассуждение есть в интернете дураком мы чаще всего называем человека который тупой ничего не соображает а если вы него мысли складываются по-другому то есть его образ мысли дурака чушь нам людям которые себя таковыми не считают и на самом деле не дурак он а мы заблуждающиеся дураки ну такой философский поворот пожалуйста в интернете есть тот кто унаследовал отсутствие ума или недополучил его тот-то умом не пользуется неважно по какой причине но и такой смешной дурак это сын дуры а ну вот такие основные разъяснения слова дурак в интернете присутствует но здесь еще нужно дополнить что есть одно из древнейших тоже высказывание о том что дурак это составное слово состоящая из образов ду это когда два и более ра это первично сияющая божественная мудрость к это что-то объединяющие одушевляющие соединяющие в себе и получается дурак это тот который мыслит за пределами нашего мира может входить состояние потустороннего понимания выходить оттуда вернуться вернувшись наш мир и у которого такая вот многоуровневость правильно то он здесь в этом мире то он за пределами этого мира но он получает ответы через божественное некое проявление когда его осеняет что-то и давайте теперь попробуем разобрать слово глупый а вот глупый в отличие от того кто не умеет кого не научили пользоваться умом то не видит причина следственных связей кто живет иногда за пределами человека сознания вот глупый отличается от такого дурака либо дебила тем что он пока еще не обучался чему-либо это который просто смотрит на этот мир которого можно обвести вокруг пальца который не понимает почему это происходит но не из-за того что у него поражение мозга как у дебила и не потому что его учили 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 но не научили а потому что он просто еще не учился он глупый в каком-то вопросе он глупый по жизни он еще не знает всех особенностей жизни вот и получается что дебил это диагноз когда что-то сделать уже очень очень проблематично когда с мозгом какие-то серьезные проблемы дурак это тот который не приучен жить в современности это уже может быть взрослый человек который уже даже учить поздно мозг уже мало подвижен не пластичен и поэтому вот он себя ведет по тем установкам которые мы были навязаны неважно школой институтом работой телевизором интернетом вот определенный лекалов которым все вписывает и вставляет поэтому в чем-то он может быть гениальным а в чем-то он может быть очень примитивным как маленький ребенок себя вести а вот глупый это тот который еще не учился не обучался которого и мозги нормально работают но у которого еще лекала не настроены который еще может развиваться может чему-то обучиться это он пока еще глупый глупышка говорят дурачок может быть говорят хотя на мой взгляд это совсем правильно но это такой вариант не тупиковый я с тобой согласна испомнился сразу сказочный герой всем известный иван дурак и все его приключения похождения и то что оказывалось не такое уж он и дурак это все подтверждает твои слова то что о том то сейчас как раз и говорил и те устои традиции на которых жили наши предки они действительно совсем по-другому эти слова раскрывают но почему же тогда почему современное общество очень часто используют эти слова в таком широком смысле можно услышать что сейчас из нас из всех пытаются сделать дураков я думаю что здесь происходит что-то другое какие-то другие действия но на самом деле дурак тот который мыслит не так как как уже выяснили как вот необходимо мыслить вот здесь сейчас то есть не умеет его не научили правильно мыслить он стадию глупыша прошел с каким-то неправильным перекроем с неправильным обучением где ему что-то не додали его влекало вставили а вот мыслить не научили и поэтому он не может так это разбросить мозгами для того чтобы решить какую-то серьезную проблему трудновато для него не обучен мыслить не хватает какого-то умения то есть стадия глупыша была вот пропущена как это у маугли плохом смысле этого слова не того который киплинг написал а вот в худшем состоянии когда человеческий детеныш попадает к собакам к обезьянкам каким-то там птичкам и копирует все с них и поэтому человеком он не становится он продолжает жить на уровне собачки обезьянки птички пропущенный этап становления человека до шести лет превратил его в дурака а теперь давай посмотрим как нас в дураков превращают нам дают одинаковые лекала в игрушках в образах мультфильмах кино все это закреплено в семье считается нормальным все это закреплено в детском саду в школе прав училище институте на работе и в обществе вообще и вот как раз вот эти все лекалы являются сдерживающими факторами для того чтобы не дай бог мы выросли за пределы того что от нас хотят в средневековье и в эпоху возрождения были известны случаи когда брали сироток каких-то маленькими еще помещали специально сконструированный костюмчик с очень жесткими бортами человек мог писать мог какать мог кушать но при этом из этого костюмчика его не выпускали у него суставы неправильно сращивались у него искривлялся позвоночник у него неправильный был череп хотя изначально должен быть нормальным человеком мы просто не давали вырасти то же самое если мы берем от граната косточку бросаем ее в какую-то маленькую чашечку кружечку стаканчик с хорошей землей все здорово поливаем прикармливаем забивает полностью весь стаканчик и превращается это в аккуратненько и деревца маленький карлик причем искусственно созданы не природа так повелела а вот сделали специально и даже если потом вы пересаживаете уже казалось бы большой горшок после того как один два три года это растение посидела вот в этом маленьком стаканчике даже если земли будет больше она в рост резко не идет то же самое например знаменитый опыт с блохами когда несколько десятков блох помещают в баночку невысокую закрывают крышкой и дают им этим блохом посидеть там несколько дней блохи как известно очень высоко прыгают и могут еще перелетать но баночка маленькая они начинают прыгать 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 бьются головой об крышку 1 2 3 10 сотый раз и наступает момент когда программа не выпрыгивания или прыгания не выше этого уровня уже записано на компьютерах этих блок то есть в мозгах появляется умение не прыгать выше потому что ну не надо ну куда прыгать головой бьешься телом бьешься смысла нет и природа так распорядилась если нет смысла то в этом случае бороться с этим не надо и после того как даже снимают эту крышечку и даже можете в интернете посмотреть такие видеоролики есть и фильмы есть блохи прыгают до этого уровня вот то же самое здесь человека ограничивают в развитии ограничивать для того чтобы он дальше не развивался а подходил под лекала той цивилизации который считается нормальной если вдруг человек по каким-то причинам из этой цивилизации выпархивает то есть мыслить нестандартно делает что-то нестандартно он обществом воспринимается как белая ворона либо как дурак вот такой интересный момент мы можем наблюдать и мало того детских садах школах институтах на работе очень часто эти крылышки подрезают делай как все не надо тебе пытаться по-другому решить задачу вот в учебнике так написано не будешь делать как все поставим двояк и вылетишь отсюда не будешь делать как все выгинем из коллектива вот такое же встречалось и встречается до сих пор вот это как раз тот вариант когда человек не уже приучается не мыслить более широко вот это самое ду альность не использовать находиться в двойственности хорошо или плохо прыгну выше ли мне прыгну а зачем прыгать выше есть все равно не достигнешь цели зачем что-то делать если так все хорошо мозги костенеют то есть до шести лет они развиваются 6 до 12 идет развитие уже с точки зрения чит человек учится считать читать почитать мыслить логические какие-то ставить там связки выстраивать понимать причину следственной связи в рамках дозволенного а уже с 12 до 17 он должен получить полное профессиональное техническое какое-то образование должен на сегодняшний момент мы видим что это еще растягивается и семейную стадию человек ходит не готовым для семьи вот что сегодня у нас происходит стадию глупыша многие проходят с точки зрения завертывания гаек отрезания лишнего не кладываются лекала удобные для этого общества и таким вот образом нас превращают дураков а когда у нас уже происходит закостенение мозгов мы прощаемся в дебилов вот такая серьезная проблема проблема действительно серьезная и возникает я думаю ключевой вопрос здесь как не стать вот этим дебилом дураком современном понятии а стать дураком который может делать нестандартные вещи выйти из этого лекала но я думаю что здесь уже подойдет термин не дурак а разумный когда тоже присутствует ра первично сияющая божественная мудрость и ум ум и умение имеет одинаковый корень это связано там с мозгом с осознанием когда через какие-то определенные действия умственные физически мы нарабатываем какой-то навык и потом наше умение позволяет нам решать какие-то задачи неважно опять же это умственные либо физические мы приобретаем какой-то навык например правильно копать землю чтобы не уставать но при этом очень быстро перекопать грядки выпкает выкопать какую-то каналу либо приобретаем навык чтобы нам вытащить какую-то какую-то деталь на станке правильно водить машину правильно разговаривать это уже умение так вот разумение это то когда человек осеняет вспышка опс понял все понял и теперь надо в умение это перевести осенило меня эврика и вот теперь это понимание необходимо зафиксировать понимание как это все происходит и научиться это воспроизводить уж такое разумение умение это когда про просто тебя научили исполнять какую-то задачу но ты даже не можешь не понимать для чего ты делаешь ну просто так принято просто так принято в нашем например институте вот это делать а зачем с какой целью да мне за это деньги платят и не спрашивай да вот это просто умение а разумение я хочу понять для чего это делаю и может быть я сделаю что-то намного интереснее полезнее проще для того чтобы все нам жилось хорошо вот это разумение либо когда нету учителей а задачу решить надо и тогда через свои духовные практики через остановку мозговой деятельности вот это вот шурум бурум постоянно происходящие в голове остановку мыслей через правильное дыхание через медитативные практики я вхожу в состояние разумения я подключаясь к своему высшему я то есть божественной своей сущности то есть себе самому через родовую нить получаю всю необходимую информацию то есть веду живую которую потом могу перевести веду сказанную веду писаную и какие-то уже конкретные дела делай раз делай два делай три получишь вот это нажми на кнопку получишь результат вот это разумение поэтому человек дурачок и человек разумный это все-таки не одно и то же дурачок это когда оно происходит само собой ну так вот идет по жизни идут меня ведут и все и все хорошо и замечательно и медведь тут встретился который сказал не стреляй меня и заяц и щука яйцо принесла и с бабушкой там ты поговорил ласково потому что был добрый дурачок а вот когда разумение пришло то ты уже не дурачок ты уже человек это следующая стадия разумение человек человече аз а на первом этапе когда тебя ведет что-то ты дурачок до который может хоть как состояние получать туда что-то какие-то данные ведешься не как все но это дурачок а разумно это следующий шаг поэтому есть дурак который просто ничего не делает но который куда-то там ходит что-то получает а для чего непонятно есть дурак умеющий которого научили чего-то делать и он исполняет есть умный который уже исполняя начинает осмыслять то есть ум включать и умение у него большой запас а есть разумный который еще может свой запас пополнять это переводить какие-то навыки вот наша задача на сегодняшний момент первую очередь понять об этом я не устану говорить кто я для чего я пришел этот мир это первый вопрос который должен быть у разумного человека и у глупого кстати тоже этот вопрос часто возникает мама откуда я появился папа откуда я появился следующий вопрос а мир откуда этот появился я-то понял как я родился хорошо для чего родился я тоже как так-то начинаю кумекать что-то там представляю а мир то откуда появился и начинаются поиски это следующий этап следующий еще больше этап еще более высокого полета а для чего этот мир появился с какой целью а что было до появления этого мира кто это все создавал на своих семинарах я подробно все рассказываю вот то внимательно слушать те понимают и когда мы все поняли теперь мы живем без страха теперь мы понимаем что это за игра богов теперь мы понимаем как нам жить тот кто слушает это просто с точки зрения того и как интересно бородатый дядька рассказывает и весело ну да она сходили в цирк получили какое-то развлечение не более того ну может быть тоже кому-то интересно а кто-то говорит ой нет это все какая-то там бредятина это вообще там крамола какая-то дает крамола на самом деле хорошем смысле это слово правильно и поэтому вот это кощунство тоже хорошее слово которое перевернули она нам типа не нужно ну не нужно не нужно это же не заставляет но если ты знаешь если ты понимаешь что это может применить а если ты не знаешь что применишь да так вот как не стать нам дураками и дебилоидами все очень просто во первых разобраться с этим вопросом который глупышка задает а разумный понимает для чего я откуда я для чего я откуда этот мир там для чего этот мир и так далее да и вот когда человек это все понимает он идет уже по своей стезе его уже ведут по своей стезе да на первом этапе возможно как дурака ну который задает вопросы не такие как это в поговорке один дурак столько с вопросом что тысячи мудрецов не разберутся да нет вопросы правильные вопросы становления и мозги начинают действовать в таком формате который не позволяет им состариться не позволяет им закостенеть а ведь мозг действует точно так же как или вот все в нашем теле есть не используется она торгается либо переделывается до тех пор пока вы мыслите не однотипно не в лекалах а по синусоиде вверх-вниз вверх-вниз позыв призыв прием переработка переработка и так далее и плюс еще мыслительное действие деятельность физическая деятельность когда вот это все меняется исходя из предназначения человека то тогда усталости меньше возможности больше вы идете по своем пути вы не как собака на сене сами не едим другим не даем а вы занимаете ту нишу который свойственно вам вы достигаете больших успехов вы становитесь величайшим человеком потому что на своем пути а большинство людей на своем пути сейчас не стоят и не движутся по своему пути поэтому вы чемпионом будете лучше всех других главное понять в каком виде спорта это приводит к очень большим серьезным успехом вы за малый срок проходите то что другие не могут за всю жизнь пройти успех достаток здоровье счастье любовь все это ваше все это для вас а когда вы не на своем пути вот это все отсутствует вот наша задача быть в чем-то глупцами задающими вопросы для чего почему как зачем да потом становиться теми кто доверяется высшему проведению потому что я понял ты такой и теперь высшее проведение ведет и своей жизни я уверен с вами были случаи когда вот ну все бесходной ситуации вдруг вы оказались в своем месте и вдруг вас выносит отсюда вот все там рушится все там горит ломается заливается а вы раз и оказываетесь совершенно другом месте хотя ничего для это вроде бы не делали а просто доверились и как-то вышли по наить ушли по божественному промыслу потом разумение разумность человек человече азм вот это очень важно и человек который находится в таком состоянии чередование прием усвоения применение отдачи и так далее который меняет физическое действие на умственное никогда не становится дебилом а тот который научился чего чему-то одному и больше ничему не хочет учиться когда его интерес по жизни пропадает то что он всему как ему кажется научился и большего ничего не интересует кроме как зарабатывание бабла или защита своей чести и достоинства как великого познавателя этого мира то есть борьба с другими такими же кто также заявляет что они великие но тогда у него происходит отмирание того что ему не нужно тех органов которые отвечают за познание за разумение за усвоение и так далее это уже близко к дебилоиду ты очень подробно объяснил что такое и ум и разум почему тогда выражение есть зашел ум за разум и она зачастую используется тоже в негативном свете что это значит здесь вообще очень просто умение это физические какие-то проявления человеческие вот в этой жизни да я умею вот это делать вот это я делаю и мой опыт показывает что я делаю это самое самое главное самое важное самое правильное и когда вот это внутреннее состояние что я все теперь в этой жизни знаю по этому направлению овладевая человеком в полной мере у него нет необходимости быть разумным но он все уже знает в этом направлении зачем ему еще что-то разуметь зачем ему включать еще искру божью понимание чего-то того то что что он уже знает поэтому ум зашел за разум в этом смысле все в разуму не нужен выталкивает из себя разумность он умеющий он себя в это лекало загнал какая-то рак отшельник который подошел нашел подходящую раковинку то залез и все больше ничего интересует он больше ничего не ищет у него есть домик все лучшем случае он может передвигаться для того чтобы поедать что-то поедать и и не более того вот ум за разум это тяжелое такое вот явление когда больше мне не нужно ничего понимать ум главенствует разум не нужен можно его вытолкнуть какой-то кукушонок выталкивает птенцов которые ему просто мешают получать необходимое количество продукта от новых родителей папы и мамы и вот часто это вызывает очень серьезные проблемы ум за разум разум за ум но здесь надо еще нам понять следующее вот есть просто дурак а есть дважды дурак когда человек совершает какие-то не глупости не хорошие поступки слова глупо помните что означает дает как мне глупости не хорошие поступки исходя из тех установок которые ему кто-то установил неважно семья общество школа институт работа неважно то в этом случае он как дурак себя ведет в худшем смысле этого слова он по лекалам выполняет меры которые тот дал то есть он смерть живущий по мере кем-то данным смерть это начальная стадия существования человека вот мера такая есть я исполняю мозги закостенели все и в том случае если одна из мер предательства ради выживания а смерть к животному достаточно близко начало да то вот на случай тогда для него не не является зазорным кого-то обмануть обворовать сказать кривду для того чтобы получить те самые коврижки которые в обществе приняты как блага деньги положение в обществе чтобы деньги получать положение в обществе чтобы себе хорошего напарника получить либо напарницу на всю жизнь чтобы квартира была машина была он сидел на очень мягком кресле не в пыльном кабинете и чтобы мог нажимать какие-то кнопки и чтобы себя или какой-то крутой вот исходя из этого человек живущий в такой мере становится очень часто мерзавцем и предателем и он уже не вспоминает как он с черного хлеба на сухарь перебивался с воды там на воду да а он уже привык тому что черная икра заменяется красной икрой а когда надоест опять черную икру включает он уже привык что перед ним все кланяются он уже привык что от его движения руки много что зависит и вот этот дурак невидящий дальше носа своего ушедшая от понимания что такое жизнь уже на черный и красный кресель ну все имеет зачем учет думать у него все мозги как так вот все запарились закостенели и вот следующий этап когда он начинает уже продавать что-либо даже ему не принадлежащие за деньги то есть он становится уже не просто предателем на уровне человеческом а предателем на уровне государства пример это уже дважды дурак лучшим смысле этого слова какой дебил с поврежденными мозгами с поврежденной моралью мораль это не наше тоже на странное слово у нас совесть была жизнь по совести а есть мораль так вот мораль уже поврежден не то что совести нет он уже продал совесть пропил там не он с ней сделал уже даже по морали человеческой жить не хочет все мозги закостеневшие он был дурак когда у мозги костенели а едва же дурак когда он теперь с этим костеневшими мозгами примет какие-то решения за деньги которые эти решения уничтожать конечном итоге его самого тогда дважды дурак как не стать как не стать таким дважды дураком да и вообще таким вот закостеневшим дебилоидом же опять же понимать смысл своего существования для чего пришел этот мир кто я такой для чего вообще этот мир вот то что маленький глупенький ребеночек задает эти вопросы если ты не нашел ответ тебе надо продолжать искать этот ответ может быть какой-то там наставник что-то и подскажет наставник это не учитель это подсказывает куда тебе лучше двигаться ставит на путь но тебе придется самыми ножками путь проходить и выбирать вообще направо налево прямо куда ты пойдешь можно назад повернуть может вверх подпрыгнуть можно землю под землю залезть вот наставник это помогает а примешь не примешь это уже твое дело и вот когда человек ищет ответ на эти вопросы если все делается от сердца по совести предателям редко становится если он нашел ответ на этот вопрос на эти вопросы вот тогда живет по-человечески и никакими деньгами его невозможно перекупить никакими коврижками его невозможно к себе куда-то там подтянуть и превратить его в какого-то негодяя вот передо мной это положим вот золото горы золото если я это золото не могу применить на блага этого мира но крупинка да но нужна крупинка для того чтобы применить от на благо мира вот крупинку я возьму остально мне не нужно вот если у человека такое же отношение к этому всему что да зачем это золото ну нафига нам не нужен ну для чего будет драгоценным металлwear с точки зрения технической до технической но ни драгоценной с точки зрения я им дорожу. Вот у такого человека, когда все на своем месте, то тогда можно считать, что он не скурится, он не станет предателем, он не станет дураком с закостиненными мозгами, он не станет дважды дураком, продающий свой рот и уничтожающий самого себя. Поэтому, дорогие мои, всегда задавайте вопрос, кто я, для чего я здесь, какая цель моя жизнь, какой мой путь, какие мои шаги. Исходя из этого будут подтягиваться все обстоятельства, все люди, которые с вами, также будут идти рядом и делать что-то, вместе вы будете. Для чего этот мир? Какая цель этого мира? Существование имеется в виду. И всегда, когда вы затеваете какое-то дело, всегда задавайте вопрос, что я хочу получить в итоге, что это даст мне, что это даст моей семье, обществу, этому миру. Вот если вы задаете такие вопросы, тогда велика вероятность, что вы останетесь человеком и подниметесь на уровень человече, а за. Если такие вопросы себе не задаете, велика вероятность, что вас опустят в состояние раба, умеющего делать что-то, необходимое для хозяев. То есть живущего по мере кем-то данный, исполняющего как раб какие-то обязанности и дела, которые нужны не человеку, а тому, кто над вами стоит. То есть не вам это нужно, а тому, кто над вами стоит. Вот это очень и очень важно. С этого должно начинаться любое дело и, по идее, любая серьезная жизнь. Да, очень красочно ты сейчас описал в виде дважды дурака, сразу стало ясно. У меня вопрос как раз был относительно варного системы. Где могут находиться дураки, если смотреть по варным? До какой степени, до каких ступеней они могут доходить? А где их уже в принципе не может быть? Глупые могут находиться в первой варне, в первой подварне. Дальше вторая подварна, первой варны. Это уже те, кто из глупого состояния переходят, должны переходить в состояние умеющих. Третья подварна, первая варни – это умеющие и знающие. Но самое главное в этот момент, когда вторая подварна и третья подварна становление происходит, научить ребенка быть разумным. Да, он умеет завязывать шнурки, да, он умеет застилать постель, он умеет в лесу себя правильно вести, он умеет читать, читать, писать, он умеет что-то делать руками, умеет петь, умеет танцевать, умеет разговаривать, умеет читать стихи и так далее. Да, вот это все он умеет. То есть читы у него прошел. То есть учитель с ним хорошо поработал. Самое главное, чтобы он с шести лет начинал мыслить более широко, познавать мир здесь и сейчас с прицелом на будущее. Не просто здесь и сейчас, а с прицелом на будущее. Что будет дальше? Что необходимо делать? Где и логика, которая закладывается с шести лет, логическое мышление, причина следственной связи и высшее божественное проявление, то есть родовая нить, взаимодействуют, исходя из понимания для чего. Для чего я пришел в мир? Для чего этот мир? Что мне делать? Как мне делать? Что будет в итоге? Вот когда вот это все вместе складывается, то тогда человек становится человеком. А вот тот, кого называют дурак, это который не умеет что-то делать, ну в широком смысле слова, которого только научили что-то вот, ну вот выживание, какое-то выживание, то есть он достиг второй подварны в лучшем случае. Ну крайне редко третья подварна, первой варны. Вот крайне редко. Но в большинстве своем это первая, первая, самая-самая базовая группа людей, первая подварна, первая варна. Глупые, дураки, ну и в самом-самом базе, в самом базе с поврежденным мозгами дебилы. Но глупый-то развивается, и он переходит в вторую подварну, третью подварну может перейти и выйти уже через умение, через разумность в человек, человечий ас, да, вот у него там движение. А вот закостенелый дурак, он скорее всего в первой подварне, первой варна так и останется. Ну дебил, как был в самом начале на уровне трехлетнего ребенка, там, ну может быть там пятилетнего ребенка. Так он там и остался. Вот. А разумность, она появляется, ну у малого, очень малого количества идей. Это прям при становлении мозгового аппарата, когда речь налаживается, когда он что-то там начинает делать руками, вот разумность у малого количества идей может уже проявляться. В большей степени разумность, когда он познает этот мир, когда он уже там умеет разговаривать, умеет что-то делать, себя как-то там элементарно обслуживать, да, вот разумность больше должна проявляться. Должна. Не у всех, но должна, по идее, у многих уже. И разумность должна проявляться вот как раз уже к третьей подварне, когда ты готовишься стать взрослым человеком, организовать семейный союз, продление рода, чтобы тебя уже интересовало. И чем ты будешь заниматься этой жизнью? Уже умения какие-то. Вот тут, по идее, у большинства людей разумность должна проявляться. Но в современном обществе мы увидим, что все происходит не совсем так или совсем не так. Когда людей пытаются оставить в первой группе, первой подварной, первой варной. Неким дает возможность подняться на вторую рукой водящую должность, на вторую, то есть подварную, первой варной. И совсем-совсем немногим дойти до третьей подварной, первой варной. Дальше вот это капиталистическое общество, где человек человеку волк, оно не заинтересовано в людях разумных. Потому что разумный человек – это неуправляемый человек. С ним нельзя сделать, что можно сделать с большинствовой массой людей. С этими вот своими баранами, которые ходят на убой, хоть на праздник веди, им все равно. Для того, чтобы еще и сугубить эту ситуацию, это положение, в нашу жизнь активно внедряется алкоголь, табак и прочие другие ядовитые наркотики. Почему? Потому что тот, кто залил свои мозги алкоголем либо обкурился, он уже воспринимает жизнь не с точки зрения разумности, а с точки зрения тех лекал, которые в него установили. Вот на уровне животного начала, на уровне подсознания, если у человека заложены принципы и лекала вот такого-то поведения в такой-то ситуации, когда мозг, отравленный алкоголем, любым другим наркотиком, куревым, перестает в полной мере нормально работать, он переходит на автопилот. Об этом я очень подробно рассказываю на своих семинарах «Родование, жить без страха и управление судьбой». И в состоянии автопилота он пользуется теми наработками, теми лекалами, которые в него кто-то заложил. Драться надо, он будет драться, обниматься надо, он будет обниматься. Вот все, что у него какие-то образы есть, эти лекалы, вот в этот сборный, обезьянничий набор, он у него будет присутствовать. Он живет по лекалам. Поэтому в нашу жизнь, как я уже сказал, специально эти все наркотические вещества, неважно куривали, алкоголь, вводились для того, чтобы человека опустить на очень низкий уровень бытия, на низкий уровень умения. Ну и тогда такого человека куда угодно еще проще направлять. История действительно печальная. И еще один небольшой вопрос. А дурак и дура – это одно и то же? Или все-таки разница просто женщина-мужчина? Но человек остается один человеком. Но опять же, если мы отталкиваемся от того, что было до революции 1917 года, мы часто слышим, либо не слышим, мы часто читаем в литературе такие выражения по отношению к мужчине, как «ду-ра». Ну и дура ты сказал, там, такой-то, такому-то. И неважно, мужчина – это женщина, дура. Вот дурак – это как-то так сейчас больше применимо к мужчинам, а дура – к женщинам. Но в древности, ну не в такой древности, совсем там много-много вековой, а вот там позапрошлый и прошлый век, слово «дура» применялось и к мужчинам и женщинам. Вот это то, что я знаю. А применялось ли в таком виде, как это по преданиям говорится, слово «дура» где-нибудь там две тысячи лет назад, пять тысяч лет назад, сто тысяч лет назад? Я не скажу. Потому что здесь нужны уже письменные упоминания, а столь древних упоминаний у меня лично нет. Ну и чтобы наша передача не заканчивалась так печально, как ты сейчас говорил, я предлагаю тебе сейчас сказать что-то такое воодушевляющее. Куда идем? Друзья, а идем мы туда, куда глаза глядят. А глаза глядят туда, где интересно. А интересы наши строятся из наших потребностей и наших представлений. Вот что мы представляем о себе и об этом мире. Как уже говорилось, для чего этот мир, кем он этот мир был устроен, для чего я, какая моя цель и так далее. Вот исходя из этих представлений возникает цель, путь, шаги, наши интересы. А вот где наши интересы, куда мы смотрим, куда глаза идут, в широком смысле слова, глядят на наши глаза, вот туда мы и движемся. И, наверное, многие из вас обращали внимание на то, вот какое настроение у человека, то с ним и происходит. В хорошем настроении, уверенно в себе. И все у нас получается. И мы оказываемся в нужном месте, в нужное время, с нужными людьми. Что-то не складывается у нас. Настроение упало. И что-то все из рук валится. И вдруг помощников нету. И что дальше делать, непонятно. Обращали внимание, да? Вот как раз настроение зависит от вашего представления, что делать. А что делать? А для чего делать? А какая цель? Вот как раз то, о чем мы сегодня говорили, нашей встрече. И определяет наше настроение, определяет наше стремление. И то, куда мы движемся, куда глаза глядят. И сразу и нужные люди подтягиваются, и обстоятельства, и какие-то достижения. Вот так вот устроен наш мир. Если древнее высказывание принимать как аксиому, что мысль, материальная мысль есть все, то тогда, прежде чем подумать о плохом, подумайте. Что будет, если вы это плохое в своей голове допустите? И нужно ли вам это? Опять же, какая цель ваших дум о плохом? Ну, с какой целью вы сидите и говорите, у нас все плохо, у нас ничего не получится, да нам не дадут, да нас задавят. Ну, что хорошего в этом? Ну, скажите мне. Ну, ничего же хорошего нет. Ну, да, мы знаем, что порой кто-то нам мешает. Да, мы знаем, что есть негодяи, есть и паразиты, есть и мерзавые. Знаем. Ну, и что это, постоянно, что ли, в голове крутить? Ну, ладно, если человек сам себе это говорил, так он еще и другим часто говорит. Вот в комментариях каких-то читаешь под видео? Настраиваемся мы, что-то делаем, и давайте мы вместе. И вдруг появляется вот такой, боже, дуванчик, расстроенный жизнью, уставший от жизни и говорит, да никто вам ничего не даст, да ничего у вас не получится. А поскольку я все-таки являюсь ответственным за наш канал, за наш сайт и за другие какие-то ресурсы Народно-Соянского радио, я как капитан достаю в этом случае свой маузер. На корабле должно быть понимание, куда мы плывем, для чего мы это делаем. Каждый должен стоять на своем месте. Даже если пассажир, но тебе незачем толкаться в кочегарке и незачем тебе на капитанском мостике находиться. Ты пассажир. Если ты кочегар, то тоже тебе на капитанском мостике, наверное, не надо исти не вызывает находиться, да? В кочегарке будь. Если ты капитан, то следи за тем, чтобы был порядок. И поэтому таких вот сопливых, которые постоянно ноют, что нам ничего не дадут, просто баню и все. Хватит. Пришло время делать дела. Ну вот на такой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Ура.